Вертиллерийские мали ударами, все это психологически и морально очень тяжело. Линии обороны Мариуполя последний раз укрепляли в 2014-м. Бойцы ВСО надеялись... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Цветы и свечи жители несут к знаку Москвы. Похожая картина в центре столицы Дагестана. В Нижнем Новгороде мемориал возник у подножия памятника Чкалову на площади Минина и Пожарского. В Беслане жители собрались в месте боли и скорби. В спортивном зале разрушены первые школы, где выложили свечами слова «Москва, скорби, Беслан». В Донецке цветы возлагают к стеле «Россия». Знак траура в городах приспущены флаги. Регионы один за одним отменяют все массовые мероприятия. В Москве закрыта для посещения Красная площадь. Не будет проводиться культурно-развлекательная программа на выставке «Россия» на ВДНХ. Первые сообщения о стрельбе в Крокусе начали приходить после восьми вечера накануне. Четверо боевиков были вооружены автоматами и не прятали лиц. Роман Польшаков поминутно восстановил картину одного из страшнейших терактов в новейшей истории России. Это первые секунды теракта. Двое вооруженных выбегают из Белого Рено с темной крышей у Крокус Сити Холла. И затем сразу же открывают огонь. А так вальяжно террористы вели себя уже в холле развлекательного комплекса. Трое с автоматами, один без оружия. Все в камуфляже с боевой разгрузкой и рюкзаками. Без масок лица не прячут. Идут спокойно, не нервничают. Расстреливают в упор всех, кого видят. Одиночные выстрелы из Сайги. Очередь из автомата Калашникова. Вечер пятницы. В крупнейшей в России развлекательной площадке тысячи людей. Начинается паника. Все бегут, прячутся за мебелью. Выбивают стекла, чтобы выбраться наружу. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Стрельба не прекращалась. Террористы просто меняли заранее подготовленные магазины. Хорошо ориентировались, шли прямиком в концертный зал. Я был наверху. В нижний вход вошел высокий человек в камуфляже с автоматом. И все, кто были перед ним, не знаю, человек пять минимум упало. Он прям в спину им стрелял. Чтобы остаться в живых, люди бежали к сцене, падали на пол, прятались за креслами. Они нас видели. Кто-то из них обратно забежал, начал стрелять по людям. Я упала на пол. Стрелала я, что... А девушку, прежде всего, на юбиле. Террористы явно были хорошо подготовлены и знали, куда идти. Двое зашли с главного входа. По всей видимости, в холле встретились с другой группой. В концертный зал попали через первый этаж и строго ко времени. С минуты на минуту должен был на час за рок-концерт. Почти все места были заняты. По словам очевидцев, уже прозвенел второй звонок, когда появились вооруженные люди. Я встала и побежала, получается, по этой тропинке, ну не тропинку, уж по дороге, по лестницам, по лестницам к сцене побежала. Там лежали люди, трупы, я через них перебегала, забежала на сцену и там налево выход выбежала. Тем, кому удалось покинуть...